Всем привет! С вами Катаван, и сегодня мы на ралли суперкаров. Суперкары, тюнинг, роскошные интерьеры – это настоящая Dolce Vita. Это ралли третьей категории, любительские ралли, которые проходят по центру Москвы, протяженность маршрута 120 км. Это полностью дорожное мероприятие с соблюдением всех правил ПДД. Задача участников – проехать по маршруту, который у них указан в их легенде, то есть это дорожная карта, с минимальным количеством штрафных баллов. За каждым экипажем всегда наблюдается судейская команда. Победит тот, кто приедет первым, соблюдает все правила дорожного движения и покажет наименьшее время. Очень повезло с погодой. Теплое, солнце – самое лучшее время для того, чтобы кататься на суперкарах. Но очень важно соблюдать все правила, и скорость в данном моменте не важна. В ралли участвуют более 30 экипажей – от классических раритетных автомобилей до самых современных суперкаров. Организатор мероприятия – Каза Рика Экспо. Это крупнейший мебельный холдинг премиального уровня, который сочетает в себе все самые лучшие мебельные дома. КОГО ТОЛЬКО НЕ ВСТРЕТИШЬ НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИЮ Даже VJ ARCHE в прекрасной форме. Благодарю. У нас есть уже в копилке несколько первых мест до ралли суперкаров, поэтому сегодня мы тоже намерены побиться. На чем ты сегодня стартуешь? Вон стоит геттер на 610 лошадей, который сегодня будет рьяно-рьяно пытаться выиграть. Да, я думаю, что у тебя есть все шансы. Благодарю. В любом случае, важно что – участие. Нет, ну, так всегда говорят, но я обычно всегда за то, чтобы выигрывать. Мне как-то так больше нравится. Ты привык быть победителем. Раз пришли, надо играть и биться. Берем и побеждаем. Так что всем удачи, ребят, сегодня. Всем удачи. До встречи. Друзья, мы думали, что ралли – это мероприятие для спортивных мужчин и истинных джентльменов, но оказывается, хрупкие девушки тоже способны побороться за победу. И сегодня мы нашли прекрасную девушку, встретили, точнее. Как вас зовут? Меня зовут Надя. Надя, здравствуйте. А у вас прекрасный просто автомобиль. Расскажите, как ваше настроение? Настроение супер, боевое. Очень классный сегодня день. Очень хочется, конечно, победить, но будем стараться. Ранее уже участвовали в подобных заездах? Нет, брали, если честно, ни разу. Это первый у нас опыт. Первый раз, да. Расскажите про свой автомобиль прекрасный. Это? Это Ferrari 360 Modena 2003 года. Суперклассная тачка вне времени. Вам часто удается на своем суперкаре прокатиться по городу? Ну да, достаточно часто. Ну, конечно, только в хорошее время года, когда тепло и все такое, но стараемся как можно чаще. Это здорово. Я желаю вам победы, отличного настроения. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня мы поснимали очень много автомобилей, на которые есть в портфолио Ларто Дизайн комплекты. Но на Ламборгини у нас нет. Как вы думаете, стоит ли нашим дизайнерам поработать над этими красавцами? Друзья, сейчас мы пообщаемся с управляющим партнером компании Каза Арика Экспо Сергеем Макошем. Сергей, здравствуйте. Очень рада вас видеть, рада у вас здесь находиться. Скажите, пожалуйста, как давно вы открыли этот центр? Ну, этот центр был открыт практически год назад. У нас осенью прошлого года было достаточно большое открытие в рамках фори Салони. Это филиал итальянской выставки Салони в Москве. И всю неделю здесь были разные мероприятия, посвященные итальянскому стилю жизни, разным его аспектам, автомобильным в том числе. Я правильно понимаю, что вы сейчас все свои бутики решили объединить под одну крышу, в одно место? Да, здесь много мономарок, они являются нашими партнерами. В основном это мономарки итальянских брендов премиума высокого сегмента. И сюда же приехали наши партнеры за нами, которые занимаются сантехникой, коврами, инженерными системами. Все, что нужно для реализации люксовых резиденций, отелей и так далее. То есть все, что касается сферы недвижимости, находится в кругу наших интересов. Автомобили – это просто некое хобби и такой аспект итальянского образа жизни. Это такое объединение образа жизни, красивые, роскошные интерьеры, роскошные автомобили. И это такой общий лайфстайл. И я насколько понимаю, что это вас вдохновило на создание такого масштабного, крупного мероприятия, как ралли суперкаров. Ну, скорее, мы давно уже общаемся с автомобильными многими марками. И, соответственно, многие марки итальянские, они сюда очень органично вписываются. Хотя не только. Потому что у нас были мероприятия, и BMW проводила, и так далее. То есть мы не ограничиваемся только итальянскими. Но вы делаете упор все-таки на итальянцев. Италия – это наша любимая страна, наши любимые партнеры там находятся. И, соответственно, клиенты тоже любят очень марки. Потому что, наверное, в дизайне Италия – это все-таки номер один. В дизайне интерьеров, в дизайне мебели, люксовых марок, производство нестандартных каких-то изделий. Мы достаточно давно, 25 лет в этом бизнесе, знаем очень много людей. И за эти годы мы, наверное, со многими клиентами нашими просто стали друзьями. А так как люди состоятельные, они, как правило, являются как раз владельцами вот этих авто. В сегодняшнем ралли едут многие наши клиенты, которые уже давно с нами работают. То есть, по сути, это такое мероприятие – встретить старых друзей, своих клиентов и провести классное время. По сути, да. И плюс ко всему мы объединили здесь, под этой крышей, итальянский… GT Club объединяет итальянские марки автомобилей – Ferrari, Lamborghini и так далее. В какую-то некую клубную систему, то есть, это такое общение единомышленников, которые любят эти автомобили, на них ездят, выходные обязательно проводят на них. Летний сегодняшний день, я думаю, что самое лучшее этого подтверждение, потому что сюда съехалось даже больше автомобилей, чем мы рассчитывали. Чем планировали. Мы, в принципе, даже вчера уже даже закрыли регистрацию, к сожалению, даже для тех, кто не успел просто зарегистрироваться, хотя они как бы… Причем, я насколько знаю, вы не сильно это анонсировали в СМИ, то есть, это действительно вот такая клубная у вас… Это клубная абсолютно история, там вообще не было никаких анонсов и новостей об этом, здесь было распространение только среди клубов автолюбителей, да, и, соответственно, по индивидуальным приглашениям. А какие бренды вот сейчас вы пополнили, вот с тем, что вы такое большое пространство заняли, вы расширили пакет своих портфель брендов? Естественно, у нас добавился бренд Versace, Homo, Rujano, вот как раз одно из направлений. Мы сейчас уже практически подписали контракт с маркой Танином Ламбаджини, это брат того самого Ламбаджини, который занимается маркой… Вот все объединяется, да, все равно рядом друг с другом. Ну, сегодня будет еще анонсирован один проект, мы делаем такой, в принципе, это уже не секрет, потому что сегодня уже через два-три часа его анонсируют, покажут и расскажут о нем. Ну, это аква-девелопмент, создание домов на воде, да, то есть первый такой люксовый виллдж с мебелью Танином Ламбаджини в Ройл-Эхот-Клубе. Вот это классно, будет очень интересно. Сергей, а сложно было организовать такое масштабное мероприятие? Ну, в принципе, была большая работа целой команды, естественно, ралли организовывали профессионалы, на маршруте находится порядка 30 людей из судейской бригады, которые там в рамках вот этого ралли сопровождают его и, соответственно, на чекпоинтах там раздают либо штрафные баллы, либо, соответственно, зачеты участникам ралли. В принципе, да, финишируют тоже сюда, то есть у них где-то маршрут порядка 100 километров по Москве, по видовым точкам, надо выполнять определенную программу по заезду и потом вернуться сюда. Не запутаться, кто-то, конечно, сойдет, может, с дистанции приедет раньше, но мы готовы. Интересно будет, Альфа Ромео доедет он или нет, за него, мне кажется, все болеют сейчас. Альфа Ромео это такая фишка, потому что все-таки это культовая машина, которая участвовала в миле-миле и на нем гонял вернуться Феррари. Вот на этом самом? Да, на этом самом Альфа Ромео, то есть это не просто так он открывает наш зачет, потому что это достаточно легендарный автомобиль. Представляете, друзья, что мы сегодня с вами увидели? Эксклюзив. Да, автомобиль эксклюзивный, потому что, в принципе, вообще в миле-миле очень ограниченное количество автомобилей участвует, допускается там огромная подготовка. И вообще это очень такая сложная трасса, чтобы старинный автомобиль, вот это, по-моему, автомобиль 30-го года выпуска. Соответственно, такой старичок, но он, видите, на ходу. Но вы с этой задачей справились, мне кажется, блестящей подготовкой, просто на высшем уровне, у всех прекрасное было настроение. Мы старались, да, еще раз хочу поблагодарить нашу команду, естественно, которая работала над этим, и Клуб GT, и Деловая Россия, все помогали, участвовали, все как могли, помогали в организации. Здорово. Сергей, большое вам спасибо за уделенное время и, в принципе, за организацию такого яркого, мне кажется, это самое яркое событие этого лета. И даже погода подгадалась под это все. Вот, спасибо вам большое. Машины были тоже яркие, цветные, так что была феерия цвета. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Прокатились шикарно, состоялись все машины, потому что был карантин. Очень приятно, что собрались. Даже не поругались. Почти, почти, но немножко поругались. Экипажи приехали на Checkpoint в Oscar Club. Это самое современное место для хранения автомобилей, а также детейлинг-центр наивысшего качества. Сейчас мы пойдем с вами внутрь, и вы все увидите сами. Вот мы и вошли в Oscar Club. Это один из чекпоинтов на маршруте, где участники проставляют промежуточные результаты в своей гонке. Вот как раз-таки здесь находится судейское место, где проставляются все результаты промежуточные. И давайте все-таки спросим обратную связь у участников, их впечатление о гонке. Давайте посмотрим. А мы нашли как раз-таки еще один женский экипаж, и опять у прекрасных девушек мы спросим их обратную связь. Откуда? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Люба. Люба, очень приятно. Расскажите о вашем экипаже, о поездке. Как вообще впечатления? Очень много адреналина. Пустая Москва. Да. Как это удалось добиться нашим организаторам? Непонятно, потому что даже в субботу такого не бывает. Какой у вас автомобиль? На головном автомобиле вы? Мы на Мазарате Леванте. Мазарате Леванте. Прекрасно. Просто моя любовь. Это не зря, потому что она почти уникальна. В этом году в России она не продается. Вот. И мы так Леванте-Восток пролетаем. Это очень здорово. Спасибо. Вы прямо вот олицетворение бренда, красота, стиль и утонченность. Спасибо вам. Мы желаем вам удачи и победы. Спасибо. Друзья, нам сегодня везет во всем. Мы общаемся с первыми лицами, которые организовывали данный проект. И сегодня мы зададим пару вопросов Юлии Грамотневой, директору по развитию Оскар Клаб. Юль, привет. Всем привет. Как настроение вообще? Настроение огонь. Я сама участник. Да. Еще у меня тут точка КВ. Очень рада, что всем понравилось это ралли и мое место. И, слушай, мероприятие просто супер. И вообще очень классно, что вы один из чекпоинтов, потому что здесь можно и передохнуть, и просто визуально насладиться вот этой вот красотой. Это можно сравнить с хранением картин, с хранением дорогих украшений. Люди, которые инвестируют в автомобили, они оставляют их нам, чтобы автомобили увеличивали свою инвестиционную коллекционную ценность. Ничего себе. Автомобили, которые хранятся здесь и которые хранятся не здесь, наши автомобили стоят на 30% дороже. Они увеличивают свою инвестиционную ценность. Да. А также вы все услуги по подготовке, восстановлению, реставрации, есть у вас? Конечно. Мы делаем все, что связано с уходом за автомобилями. У нас нет сервиса, там, кузовного цеха. Но у нас есть уход за автомобилем. Это оклейка, это полировка, это жидкое стекло в подготовках сезона. То есть, когда три автомобиля в ряд мы поставим, ухоженный автомобиль, он блестит и выглядит по-другому. Да. Я, насколько я видела, у вас очень большое пространство и у вас очень много получается. Вы можете сразу клиентов обслуживать без особых очередей, да? То есть, чтобы не было проблемы с ожиданием. Конечно, конечно. Ну, конечно. Люди экономят время. Человек уехал, сообщил нам по WhatsApp, в чате, по телефону, что нужно сделать с автомобилем. Он приезжает за абсолютно готовым, чистым, ухоженным автомобилем. Юль, спасибо огромное. Мы поехали дальше. Давай. Друзья, мы провели с вами очень яркий, динамичный день, насыщенный, полный эмоций. Мы видели с вами все самые спортивные автомобили, масковые и не только. И теперь участников ждет подведение итогов и торжественная автопати. Мы вас благодарим за внимание. С вами была Катыван. Напишите в комментариях, какой автомобиль вам понравился больше всего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!